У нас очередное заседание, 63 вопроса, как всегда, много. Но учитывая политические моменты, у нас в последнее время, в том числе, начали широко праздновать, в том числе и поминки выдающихся деятелей, по мнению администрации. Я думаю, что сегодня обсуждение постановления займет, наверное, часа полтора минимум нашей повестки и вряд ли мы рассмотрим 63 вопроса. Но мы с Сергеем Павловичем, тем не менее, хотели бы обратить ваше внимание на ряд позиций, которые с нашей точки зрения являются общественно значимыми, как и ряд законов. Сейчас Сергей Павлович вам изложит свою точку зрения. 7 минут, Сергей Павлович. Да, хорошо. Очень много шума вокруг ареста, вернее, задержания американского журналиста Гершковича. Тут у нас в Думе уже предлагают обменять его на экс-президента Трампа, предоставить его политическое убежище. Хотя я бы сказал, а давайте все-таки на Ассаджа его обменяем. Но дело не в этом. В деле Гершковича не обращают внимания на важный факт. Как только он был задержан, в СИЗО тут же появились представители общественно-наблюдательной комитета. И сообщили, с ним все нормально, условия содержания нормальны, жалоб нет. И тем самым были снивелированы все международные, скажем так, инвективы и нападки на Российскую Федерацию. Вот, пожалуйста, с содержанием подозреваемого шпионажа все нормально. К чему разговор? Если бы действовал уже планируемый приказ Федеральной службы исполнения наказаний о том, что представители ОНК должны за 48 часов подавать уведомления, то я думаю, международный резонанс и негатив для Российской Федерации был бы гораздо большим. Меня и в комитете, и в партии беспокоит вот этот планируемый приказ Федеральной службы исполнения наказаний. ОНК – это 15 лет, в общем-то, функционирования института, который себя положительно зарекомендовал. ОНК – это одно из достижений гражданского общества Российской Федерации. И нивелирование его деятельности, и превращение института контроля за содержанием заключенных в фикцию, потому что что такое 48 часов выжидать, если есть срочное сообщение о беспорядках в СИЗО или нарушении прав заключенных. Поэтому представитель нашего комитета по развитию гражданского общества срочно обратился в Минюст. Там пока пожимают плечами, они не готовы нам что-либо сказать в комитету по поводу вот этого приказа в СИН. Мы будем держать на контроле, надеемся, что разберутся и не допустят вот этой нивелировки, потому что, по сути, де-факто уничтожение института гражданского контроля за содержанием заключенных. Я хочу успокоить пока разгоряченные головы членов ОНК, которые там уже 50 человек заявили, что недемонстративно готовы подать в отставку в знак протеста. Не спешите. Я думаю, что и комитет вмешается, и здравый смысл Минюсти восторжествует при регистрации этого приказа. По крайней мере, фракция КПРФ будет делать все возможное, чтобы этот приказ не состоялся. И еще один вопрос, который мы сегодня будем рассматривать на Государственной Думе, это третье чтение закона об охране здоровья граждан Российской Федерации. Будем носить такие, скажем так, косметические правки по оказанию, скажем так, срочной медицинской помощи. К сожалению, этот законопроект, хотя и правильный, и, возможно, нужный, он не отменяет ключевой проблемы – оптимизации здравоохранения, от которой страдают все, и вся система здравоохранения, и он не решает этой задачи. Напомню, что сейчас в начале оптимизации в государственных больницах работало 700 тысяч врачей, сейчас только 350. О какой доступности помощи, понятно, в этих условиях говорить нельзя. И вот что тревожит. Мы с Николаем Васильевичем получаем обращение с новых территорий по поводу того, что вот эта пресловутая российская оптимизация здравоохранения докатывается до вновь образованных субъектов Российской Федерации. В Донецке, в Республиканском онкологическом центре имени Бондаря, сокращают целое онкохирургическое отделение, 8 онкохирургов, это штучный, скажем так, продукт, по сути дела, выгоняют на улицу. Это в условиях, когда на новых территориях и так проблемы с онкопомощью. А если взять, допустим, Херсонскую или Запорожскую области, то соответствующие онкоучреждения оказались за линией боевого соприкосновения, и сейчас съедут в Донецк, и в этих условиях из-за каких-то внутренних дрязг принимается решение выгнать на улицу 8 опытнейших онкохирургов, которые борются за здоровье под обстрелами и бомбардировками, которые ведут укронацисты, я думаю, это где-то у нас в Министерстве здравоохранения завелись, ну скажем так, не скажем враги народа, но какие-то сомнительные личности. Потому что я уже об этой теме говорил и на пленарном заседании, ушел запрос и Министерства здравоохранения господину Мурашко, а он здесь ничего плохого не видит. Будем господина Мурашко, наверное, приземлять и требовать, чтобы он обратил внимание на это вопиющий случай, то, что происходит на новых территориях Российской Федерации. Спасибо. Я тут заблудился в своих повестках, как кажется, 74 вопроса сегодня, это я вчерашний захватил. Ну и 42 из них основных. Я уверен, что даже 42 мы вряд ли рассмотрим, потому что повестка напряженная, но я хотел бы сакцентировать на второй позиции, которые планируется вернуть во второе чтение и принять еще поправки, чтобы электронное уведомление на госуслугах являлось уже обязательным. Вроде как вы все должны, и ваши дети приземного возраста регулярно вставать и начинать смотреть госуслуг. С нашей точки зрения, в закон о воинской повинности надо внести несколько глав, которые должны восстановить. Систему военкоматов в нормальном виде, а не в том, в котором они есть сейчас, чтобы там... Ну вот сегодня парадоксально, идет уже более года СВО, но у нас, я уверен, приземного возраста мужчины вряд ли знают, где по их военно-учетной специальности, куда им идти в случае ЧЕ. Поднимите руку, кто знает. Не знаете, понимаете? Почему? Потому что у нас сегодня вот эта вся белиберда с переводом с военных на гражданскую и увода ответственности военных за призыв с перекладыванием на местное самоуправление регионы на самом деле, с моей точки зрения, порождает массу проблем. А если их усугубить еще и вопросами, что электронное уведомление является обязательным и после неприхода у вас есть административный штраф, то это идет вот в эту копилочку череды непонятных решений. Как-то опускание цен на молоко, которое вызвало бунты в регионах. Как-то опускание цен на зерно. Как-то неправомерное решение судов, которое способствует, думайте, в условиях посевной суд принимает решение, ограничивающее возможность фермера сеять, потому что у кого-то возник к нему вопрос. С нашей точки зрения, вероятно, та самая пятая колонна сегодня активизировалась и возбуждает людей снизу. Причем то, о чем сказал Сергей Павлович, с нашей точки зрения, вот эта самая пятая колонна работает на возбуждение, с нашей точки зрения, новых граждан, новых субъектов федерации. Потому что в законах, которые мы принимали по четырем новым субъектах, написано, что переходный период до 26-го года и правоустанавливающие документы на собственность, на землю и другие учредительные документы, они являются действительными. И вот до 26-го года надо их перевести в нормальный формат и зарегистрировать в Минюсте. Что сегодня происходит? Сегодня, но назначенные. Зачастую не понять, по каким критериям. Вот у меня жалоба есть, что назначили замглавы администрации Амбросевского района человека, который совсем недавно был уволен за грубое нарушение трудовой дисциплины, им с доимством. Ну как вы считаете, ну этот человек, будучи коррупционером, понесшим ответственность через суд, вдруг исправился, что ли? С нашей точки зрения, это как раз порождает много вопросов недоверия к так называемой новой российской власти или власти, которая уже назначена в период, когда субъекты вошли в Российскую Федерацию. Более того, вот ситуация с ростовским областным судом и арестом 20 персоналей, она о чем говорит? Вот мы на протяжении 30 лет говорим и вносили 5 раз закон о необходимости изменения закона или принятия нового о судебной системе и уже, ну как показывает ростовский опыт, катастрофической необходимости возвращения доверия судебной системе через выборы судей. Да, понятно, что на 100% она нас не убережет от коррупционеров, но хотя бы на 80% она убережет. Мы считаем, да, критерии надо оговаривать, куда и с каким профессиональным и жизненным опытом можно назначать каких судей. Но когда вы через 4-5 лет имеете возможность их переизбрать, то вы телефонное право как бы убираете. А в такой ситуации, когда у нас адвокаты все решалы, как правило, из правоохранительных органов, то решает не закон. Более того, в законах наших о судебной системе написано, что судья принимает решение по внутреннему убеждению, а не по закону. Я вообще поражен такой формулировкой, а с нашей точки зрения, если мы хотим восстанавливать право, то надо действовать именно по закону. Плох закон, но это закон. Надо менять и делать его хорошим. Кроме того, я хотел бы сообщить вам, что вчера закончился 7-й экономический форум московский, в котором многие наши депутаты принимали участие и как эксперты, и как спикеры. Всего выступило более 100 спикеров на трех пленарных заседаниях и 19 круглых столах из 20 стран мира. Причем нам впервые на неформальном уровне удалось собрать ученых, советников, руководителей в части BRICS+. Нам впервые удалось собрать широкий формат представителей стран Евразес. И я вам скажу, что были обсуждены, с нашей точки зрения, наиболее актуальные проблемы сегодняшней современности. И неспроста в онлайн-режиме форум смотрели 5,5 тысяч человек. С учетом сетей 810 тысяч. Ну, я думаю, что мало форумов могут похвастаться таким вниманием. Меня обрадовало, я был одним из спикеров этого форума, то, что из полутора тысяч присутствующих в зале на пленарном заседании, более половины это молодые люди до 35 лет. Причем это не просто туда нагнанные кем, а сами пришедшие студенты, аспиранты, кандидаты, доктора, которых волнует будущее страны. Кстати говоря, один из круглых столовых был как раз взгляд в будущее. Ну что, кто мы завтра? Потому что у нас ведь власть не выполняет свои главные задачи. У нас ни один из наших даже властных чиновников не может сформулировать, что будет со страной через 5 лет, через 10, не говоря уже о более дальней перспективе. Нам говорят, вот есть икона, молитесь, и все будет хорошо. Если вдруг куда-то икона денется, все, конец света. А так быть не должно в нормальном государстве. Были обсуждены вопросы состояния кредитно-денежной политики, которая, в принципе, сделала недоступным финансы для производителей. Были обсуждены проблемы в аграрном секторе, промышленности и были выработаны, с моей точки зрения, очень своевременные предложения, которые депутаты нашей и других фракций, присутствующих там, будем вносить в форме федеральных законов. Ну, вообще, всем нам надо понимать, и особенно вам, инженерам человеческих душ, понятно, что то, что вы снимаете, не вы показывай, но нам надо вернуться к объективности. Понимаете, когда мы будем кричать «Ура, ура!», а потом что-то случилось, вдруг гром грянул, а нам и креститься негде, понимаете, то это к этому нельзя допускать. Поэтому я вас призываю к объективному освещению увиденного самим каждый день в зеркало задавать себе вопрос, где мы хотим жить, с кем мы хотим жить и как мы хотим жить. Я уверен, что только такая постановка позволит нам изменить и оздоровить ситуацию в обществе, в стране и в мире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова